Сверхъестественная Свою память я на берег пришел и остался кустом самородины, как пришел в самом детстве, заметив на вишнях камедь. Мне соседка сказала, что так умирают вишни. По воде шел туман, словно тихий озерный бок. Я смотрел на туман, сквозь него на меня смотрели темноглазые безысходные огоньки. С белым призраком, лунной птицею огоньки. Словно пятна в яичном домике огоньки. Словно темные пятна не вспыхивают. Смотрят. У меня есть привычки. Кавычки. Весна. Семья. Аккуратной звездой в телевизоре зреет родина. Греет комната. В этой комнате дедушка, бабушка, мама, я. Абрикос, василек, подсолнух и куст смородины. Двух последних спасаю. Двух первых помню. Я люблю огоньки. И туман никогда не лишний. Я боюсь огоньков налюбить и бояться нужно в благодарность за то, что никто не родился вишней. Не заплыл жуткой каменью. Осенью не разрушен. Огоньки словно пятна. За плеклым плащом тумана не словами зовут, а во сне голосами розы. Я почувствовал листья внутри своего кармана. Я боюсь. Но однажды войду легким камнем в озеро. Заводские котята рождаются между станков. Предрасветный туман растворяется в утренних зенках. Божество госстандарта и точных рабочих звонков коронует их кличками. Плашка, фреза или зенкер. Заводские котята растут на плечах теплотрасс, восхищая владычица архива и нормак... Блин. Заводские котята, не здешний, чистейших пород, занимают места на порогах полуденных кухонь. Где покорит ухой сиекурточный щедрый народ, уходящий в цеха с желтохвостой привычкой за ухом. Заводские котята растут на плечах теплотрасс, восхищая владычиц архива и нормаконтроля. Ах, какой он пушистый, какой необычный окрас, говорит крановщица, забыв о предписанной роли в мире юрких полосок. Усеевших шумный завод, человек-демиург серокаменных грубых построек. Разношерстная жизнь наполняет свой жаркий живот копошащейся живностью для механической трои. Первый кот утонул, поскользнувшись, упал масловак, а второй погребел в задыбках металлической стружки. Никогда и никто в государстве полезных собак не прородит слезу после смерти. Ожившие игрушки на стол косят, упомянутой выше ухой, поместив трикотаж, милый трехмегапиксельный гробик. Заводские котята со сложной цветной трепухой захватили завод и народ в заводской семье робили. Мы теперь под мастерьем в мурлыкающей стране, мы питаем хозяевом робкое благовелье. Видишь, тянется к небу прекрасней странней и странней. Невозможная жизнь, наша жизнь и семью из-за войны. Я люблю эту жизнь без купюр и калибров, без дна и случайных смертей. И теперь самый точный колонник не измерит весну, потому что сплошная весна стала нашей весной. Мы теперь никогда не разлюблены ни друг друга, ни путь, ни кашачи, созрежу, суть, ни зеленый завод, что лежит за оттенком машины, мы детали вселенной, и нас навсегда увезут к неизвестной земле, на огромных, гремящих, ашшахах. У веранды был круглый термометр возле двери. И когда приходило тепло, я всегда сомневался, неужели он точный. Дедушка мне говорил, будто старые вещи надежны, как ловкие пальцы. Можно выпилить лобзиком все, чего хочет душа. Даже лес для прогулок и книги для библиотеки. Я не знал, что фреза пилорамы способна дышать. Пыль опилок, желаемый воздух, награда, потеха. Среди штапиков, стружки, брусков и лесных уголков Я смотрел, как мой дед сочиняет оконную раму. Сыновьям суждено подрастать от хлевов до голгов. Внукам плотников только дерзить под окошками храма. Но проходят года, за фрамугой все меньше тепла. Я теперь ненавижу больницы и ровные елки. Презираю халатность за то, что спасти не смогла. Как ни странно, не верую в степь и в полет перепелки. Где-то в памяти вечер прохладный и старенький иш. Он его называл ежаком и, наверное, другом. Обожал его скромную скорость и холмики крыш, Растворяющихся в горизонте за солнечным кругом. Я учился читать маскировку. Ужей под гадюк или гадюк под ушей. Это как он нашепчет подушка. А мотор возмущался. Курлыловый круг, как индюк. А язык онемел так. Прекрасны медвежие ушки. Еж способен на хищника громко сопеть. А потом даже фыркать. И лишних колючек не жалко. А я хочу накопить себе денег на велосипед и послать все к чертям. И катить по Балехиной балке. Вестесуще. Круглеет термометр возле двери. Там красивый пейзаж. И насыпано циферок мелких. И на лимбе написано. Вроде бы плюс 23. Но никто больше не расскажет. Исправная стрелка. Неосуществленные имена капсула с обжигающим светом. Так разорвется в теле свет. Растечется невысказанным перечислением по сосудам. Отравит. Неосуществленные имена читаются в голове. Високостной болью читают над головой под покровом ночи. Мою голову с плечи. Возьми и перемени. Лучше лечь и считать подснежники. По весне. Слышишь? Перечисляется. В лидератическом. Сними. Спасибо.